Соломенный Илья. Невремя для героев. Книга четвёртая. Глава первая. Подготовка. Конец весны 1078 года от раскола. С момента мятежа Харана прошёл месяц. Месяц, за который Елайское королевство продолжило меняться. Хвала богам в лучшую сторону. Казалось бы, я должен радоваться, но ничего подобного. Я никак не могу выкинуть из головы Айрилен и её слова, услышанные мной во время проведения ритуала. Я вспоминал испуганные крики Магессы вновь и вновь, каждый раз испытывая леденящий душу холод. Ей было больно. Ей было страшно. Она хотела вернуться, и я был обязан помочь ей. А потому Берингар получил задание. Как можно скорее отыскать способ вернуть Айрилен тело? Я даже не предполагал, что владея такой мощью, как сейчас, имея все нужные ресурсы и огромное количество знаний Архивариуса, у Сейнарай с этим возникнут хоть какие-то проблемы, но они возникли. Проведённые расчёты показывали, что для переноса Айрилен требуется тело именно светлого мага, уровнем не ниже магистра. А под рукой, как назло, никаких светлых магов, кроме Изабель, не было. Нет, само собой, я не собирался использовать тело Изи для такой цели. К тому же она была слабее, чем требовалась, и всё равно бы не выдержала энергоструктуру Айрилен. Мысль эта была хоть и ужасной, всё же проскочила у меня в голове, но я вышвырнул её вон и сосредоточился на поиске другого варианта. Можно было попробовать захватить какую-нибудь магессу на территории Империи, но и это не сулило ничего хорошего. Если подобное всплывёт, все усилия, пущенные мной на налаживание отношений с Империей, пойдут прахом. Да и уничтожать одну личность ради спасения другой? Не таким человеком я был. А потому после долгих обсуждений мы с Берингаром пришли к выводу, что нужно пойти другим путём. Вырастить для Айрилен новое тело и наделить его подходящими свойствами. Звучало безумно, но я полагал, что раз это смог сделать Ирандер, значит это возможно, и оказался прав. Сейнарай подтвердил, что вырастить новое человеческое тело с имеющимися возможностями замка и частицы Арканума получится без особых проблем. Требовалось лишь специальное оборудование, которое мы отыскали в лабораториях тёмного владыки, и время сроком от одного до трёх месяцев. Вот только инструкцию к оборудованию Ирандер нам не оставил. При доступе ко всем знаниям Берингар никак не мог найти, как мой предшественник делал телотворений пригодными для переноса в них энергоструктуры магов. Учитель бился над решением этой проблемы, проводил какие-то собственные расчёты, но пока результатов не было. Однако Сейнарай не отчаивался. Он пообещал, что найдёт решение, и я не сомневался в успехе, ведь разобраться в этом вопросе было прежде всего в интересах учителя. Кто как не Берингар мечтал получить новое тело? А опыт с Айрилен дал бы ему необходимое знание и уверенность, что всё получится. Так что пока учитель трудился над моим заданием, я вновь сосредоточился на королевстве. С тех пор, как я осудил две сотни малификов предателей на центральной площади и якобы отправил их гнить в подземелья замка, новых восстаний или даже волнений не возникало. Армия, чья жизнь с сведением свода законов значительно улучшилась, поддерживала меня полностью. Как и крестьяне с ремесленниками, впервые за сотни лет живущие без страха постоянных наказаний и сумасбродств чернокнижников. Сами колдыны, увидев, как я поступил с мятежниками, присмирели, даже без восстановленной привязки к перчатке Ирандера. Это было хорошо, конечно, но я не собирался повторять собственных ошибок, а потому на очередном собрании бывших Сангаур я прямо заявил, что в следующий раз тот, кто задумает против меня хоть какое-то зло, мигом окажется убит. Даже за сотни миль. В качестве демонстрации я призвал в зал пятерку успевших удрать из столицы чернокнижников-предателей и заставил их мучительно умирать на глазах у собрания малификов. Остальных мятежников, числом около сотни, я отыскал сразу после проведения ритуала и убил без сожаления. А этих оставил в живых для наглядной демонстрации. К несчастью, призвать и убить самого главного мятежника, бородатого ублюдка Хорана, мне не удалось. Эта скотина, по всей видимости, сбежала за пределы королевства. Туда, куда сила частицы Арканума не дотягивалась. И помня слова Тайбель, я подозревал, что единственный из выживших высших еще доставит мне проблем. Мне не нравилось то, что я делаю, но это был самый верный способ подкрепить свои слова. И судя по глазам присутствующих колдунов, они прекрасно меня поняли. Конечно, было бы неплохо, чтобы даже мысль о свержении или нанесении вреда мне каралась сразу. Едва возникнет в голове Малифика, но было два камня преткновения. Во-первых, мысли есть мысли. Они могут поменяться, они могут остаться лишь просто мыслями, и если убивать только замелькнувший в голове образ, колдунов станет резко меньше. А оставаться без магической поддержки в случае вероятного нападения империи — смерти подобно. Во-вторых, я просто не знал, как это сделать. Магия такого порядка была куда тоньше, чем грубый ментализм темных, и чтобы настроить подобную привязку, требовалось понимать, как работает частица Арканума, разбираться во всех ее энергосплетениях и уметь их контролировать. А я, к своему прискорбию, сосредоточившись на делах королевства, стал уделять обучению магии очень мало времени. Так что после подавления мятежа решил это исправить. Как показала схватка в горзуле, сам справиться с большим количеством врагов, обладающих даром аулы, я не мог, а все время полагаться на перчатку. Я даже думать не хотел о том, что случится, если я поддамся ее шепоту, и отголоски Зеалтора завладеют моим естеством. Ежедневно на рассвете я выделял три колокола. Один для медитации, позволяющих лучше постигнуть собственную, вновь изменившуюся суть, и два для практических занятий в оборудованном для таких целей зале под руководством Берингара. И эти занятия словно бы откинули меня в самое начало пути. Нет, разумеется, все то, что я научился делать за прошедшие полтора года, осталось со мной. Но та магия, в которую превратился мой собственный дар, уравновесивший свет и тьму, да еще и смешанная с силой частицы Арканума, стала чем-то совершенно иным. Ее приходилось осваивать заново, шаг за шагом, и делать это так же легко, как освоить умение таскалора у меня не получалось. Если колдовство времен Академии и моей бытности солдатам было энергией источника, которую приходилось с силой воли и фантазией обращать в нужное проявление в реальном мире, то новое... Эта грань дара Аулы оказалась совсем не такой простой. Оказывается, то, чему обучали в имперских школах и темных ковинах Елайского королевства, те основы, которые до меня весь прошлый год доносил Берингар, все это оказалось лишь верхним слоем источника и самого дара Аулы. Словно у луковицы, стоило его снять, как стало видно, внутри есть гораздо, гораздо больше граней, и они сильно отличались от того, что я видел, ощущал и умел. Берингар объяснил мне, что эти слои — ранги, которыми владели сайнарай его мира и времени, и чем глубже ты проникал в суть источника, чем больше слоев снимал, тем сильнее становился. Всего, по словам учителя, таких слоев у магов прошлого было семь, а за ними находилось ядро. И тот, кто его осваивал, открывал для себя такие глубины магии, что мог поспорить силой с самими богами. Разумеется, я не мог не спросить о том, был ли кто-то, кому удалось проникнуть так глубоко в тайны дара Аулы, но получил лишь насмешливый ответ, что мне об этом думать рано. Сейчас передо мной лежал лишь первый слой, и чтобы его освоить одних концентрации воли и фантазии, было недостаточно. Теперь мне требовалось договориться с даром. С помощью регулярных медитаций попытаться пронизать им всё своё тело. Впитать каждым органом, мышцей и костью, а затем распределить таким образом, чтобы энергокаркас тела получал равномерную и постоянную подпитку из источника. Но это было лишь самым первым шагом. Беренгар сказал, что когда это произойдёт, я получу возможность создавать в своём энергокаркасе заготовки, взведённые арбалеты, и записывать в них определённые действия. Какие-то из них придётся возобновлять, а какие-то станут постоянными. И вот как раз это переведёт меня на совершенно новый уровень колдовства. Мне не будет нужно представлять заклинания и каждый раз формировать их. Да, самые простые стихийные атаки, к примеру, мой разум даже сейчас проводил автоматически, и времени на них уходило совсем немного. Но более сложное колдовство всегда требовало большего времени и размышлений о принципе его действия. Но освоив новый уровень, я смогу заранее продумывать заклятия любой сложности. Заряжать и хранить их в своём энергокаркасе, и это даст мне невероятное преимущество перед простыми колдунами. От открывшихся перспектив у меня, честно говоря, закружилась голова. Но был один момент, который останавливал мою радость. На всё это требовалось прорва времени, а являясь владыкой Елайского королевства, я был завален делами и просто не мог позволить себе целыми днями заниматься развитием дара. Вот и приходилось выкраивать каждую свободную для этого минуту. А их у меня было не так уж и много. Если говорить прямо, времени катастрофически не хватало. Даже после того, как мятеж оказался подавлен, и я смог наконец сформировать хоть немного рабочий государственный аппарат, введя в него лояльных мне людей на разных уровнях, дел всё равно была прорва. Сложности с финансовой системой из-за недостатка серебра и золота, магические двари, появившиеся зимой в приграничье, которые я решил превратить в сельскохозяйственные земли. Моровое поветрие на побережье, недостаток опытных ремесленников и примитивное оборудование, регулярно обновляемый и переписываемый свод законов, просители и суды, ремонты и стройки, отсутствие нормальных дорог, заселение разорённого горзула, рядом с которым находились самые крупные железные шахты в стране, создание новых государственных структур вроде тайной службы, во главе которой встал капитан Кронос, и многое-многое другое. Всё это требовало моего личного участия. Свалить проблемы на того же советника, хорошо понимающего только военное дело, или берингара, не имеющего возможности выбраться за пределы замка, было просто невозможно. В таком случае всё стремительно катилось к храшевой бабушке, и мне всё равно приходилось разгребать последствия самому. А ведь был ещё один немаловажный момент. Я всё так же был должен оказать помощь Эльхану с урочищами. Найти подходящие информации о том, как можно соорудить амулеты, способные очистить заражённые магией древних кристаллов территории, берингару так и не удалось. Сейнарай говорил, что у него есть мысли, как можно справиться с этой проблемой, но для этого мне требовалось лучше освоить процессы, происходящие в частице арканума, и собственный дар. Поэтому пока что и рассуждать было не о чем. Чего уж говорить про обучение подобным вещам моих малификов или шаманов Эльхана. И тем не менее, я дал владыке кочевников слово, что помогу ему. Да, мы наладили с народом дженгеров торговлю и теперь обменивали металл на еду, но с тех пор, как я побывал в степях, прошло четыре месяца. И хоть благодаря дипломатическим письмам, получаемым кихару с каждым идущим из Ишата кораблём, я знал, что зараза не распространяется, за последние два месяца Эльхан дважды спрашивал, есть ли подвижки в исследовании этого вопроса. И откладывать визит к своему единственному союзнику я больше не мог. Правда, тратить целый месяц на путешествие туда-обратно, и ещё не весть, сколько времени на прогулке по степям мне было несподручно, а потому вместо кораблей я придумал другой способ перемещения. «Ты шутишь?» Сейран смотрит на меня, словно на сумасшедшего, а затем переводит восхищённый взгляд на Кейласа. «Ты правда предлагаешь мне объездить его? Но это же чудовище! Он мне голову откусит!» Это забавно, но в голосе зеленоглазого мальчишки нет никакого испуга. Скорее предвкушение и восхищение! Услышав это, я усмехаюсь про себя. Ну а как ещё потомок великих наездников может отреагировать на предложение оседлать непростого скакуна, а опасную летающую тварь, способную за день покрыть почти восемь сотен лик? Разумеется, в смуглом младшем сыне Альхана бурлит юношеское желание выделиться, показать себя, попробовать что-то новое, и совершенно отсутствует страх перед неизвестным. Он не испугался отправиться в другую страну, которая однажды обманула его народ и стать добровольным заложником. Не испугался обучаться магии у тёмного колдуна и его странного слуги, не являющегося человеком. Не испугался демонстрации того, насколько жёстко молодой правитель Елайского королевства карает предателей. Так как ему, юноше, в чьей культуре верховая езда занимает место даже выше, чем пища, секс, деньги и власть, остаётся реагировать на предложение объездить Кейласа? Только радостно, само собой. Не откусит, усмехаюсь я. Эти птички подчиняются мне напрямую. Они знают, что ты друг, и даже не подумают причинить тебе вред. Но совладать с Ихнуровым придётся с Эй. В безвольных кукол я их не превращаю. Тогда они теряют всякую полезность. Не летают быстро, не реагируют на команды как надо. Становятся вялыми и сонными. Именно в контакте со всадником они проявляют все свои свойства. Даже я не понимаю до конца, как это происходит. Они просто чувствуют того, кто на них летает. Разумеется, перед тем, как предлагать своему гостю полёт до степей на опасном летуне я заблаговременно объездил такого сам. Научиться этому оказалось сложнее, чем управлять лошадью. Но имея опыт архивариуса и мощь перчатки Ирандера, обуздать здоровенное чешуйчатое животное о четырёх когтистых лапах оказалось не так уж и сложно. Система уздечек с тремян рычагов, протянутых к крыльям Кейласа, позволяет направлять его влево и вправо, и регулировать высоту. Определённые команды давали твари понять, когда ускоряться или замедляться. На самом деле это куда проще, чем я предполагал. Но с Ирану я не вру. Для меня до сих пор остаётся загадкой, как летунами управляли обожравшиеся ядовитыми грибами наездники, которые даже не всегда использовали сёдла. И тем не менее, несмотря на уверенность, что всё будет в порядке, я с лёгкой опаской наблюдаю за тем, как Кихару подходит к огромной летающей твари с острейшими когтями и пастью, усеянной двумя рядами здоровенных зубов. В любой момент я готов усыпить Кейласа или заставить его замереть. Но, как выясняется, через несколько мгновений этого не требуется. Юноша, не испытывая ни намёка на страх, оказывается рядом с мордой Кейласа, спрятанной в наморднике. Гладит чешуйчатую кожу, чешет шею твари, что-то шепчет в небольшое острое ухо. Или тун почти сразу же припадает на передние колени, чтобы новому нагистнику было проще забраться в седло. «Юлайский пепел», — выдыхаю я. «Быстрее, чем у меня получилось». Кихару только смеётся. «Я езжу на конях четырёх лет, Хэл. Это почти то же самое. Тем более, что ты сказал, что бояться нечего. Это узда для набора высоты?» «Да». «Тогда вперёд!» Я едва успеваю запрыгнуть на своего Кейласа. Так стремительно Сейран взмывает в небо. Мощный взмах крыльями, заставивший солдат стоящих вокруг нас отшатнуться, и парень оказывается в воздухе. «Куда?» — рявкаю я ему, поравнявшись. Ветер сразу же относит слова далеко, и приходится орать. «Юг, в другой стороне!» Вместо ответа я слышу лишь радостный вопль парня. Ветер развивает его волосы, на лице выражение счастья и невероятного удовольствия. Поравнявшись, я вижу, как уверенно он держится в седле Кейласа. «Проклятье! Куда увереннее меня!» И, перекрикивая ветер, спрашиваю. «Как тебе?» «Это волшебство, Хэл! Как в старых легендах!» «Только не грохнись! Я тебя прошу!» «Никогда!» Оскалившись в безумной улыбке, Кихару вырывается вперед. Тянет по воде, нажимает на стремя, и его Кейласа закладывает совершенно дикий вираж, крутанувшись вокруг своей оси. Меньше суток в одну сторону, меньше суток в другую, и декада, за которую я пообщался с Эльханом и очистил еще два урочища, пообещав правителю Дженгеров вернуться в следующем месяце. Именно столько мне понадобилось, чтобы выполнить хотя бы часть обещания, данного правителю кочевников. Он был доволен моим визитом, хоть слегка и шокирован тем способом, которым мы с его сыном прибыли в Ишат, как и все прочие ханы и даже местные жители, которым удалось застать это зрелище. Полагаю, слухи о нашем визите еще долго будут ходить по столице кочевников. Кихару лично рассказал отцу, матери и брату, как ему живется в Елайском королевстве, продемонстрировал успехи в изучении магии иллюзий. На мой взгляд, они были не слишком впечатляющими, но по меркам местных шаманов весьма и весьма. Это порадовало Эльхана, и мы провели с ним несколько бесед о будущем парня. Я прямо заявил, что сдружился с парнем и хотел бы продолжить его обучение. Нахар не был против, ему не было никакого смысла отказываться от такого щедрого предложения. Единственное, о чем он просил, чтобы я не обучал Кихару темным направлением колдовства, даже если он сам этого попросит. И я дал ему обещание, что такого не случится. Сейрану бы сначала стихии освоить, а уж об остальном будем думать позже. В общем, второй визит к кочевникам прошел удачно. Особенно если учитывать, что я оставил в одном из урочищ моя для открытия портала. Просто на всякий случай. По возвращении из земель кочевников все продолжает налаживаться. Странное дело, но визит к Лихану и сумасшедшие полеты на Кейласах с Сейраном на короткое время заставляют меня забыть о невзгодах и проблемах. И я, возвращаясь в Елайское королевство, будто бы заряженным. В самом деле, в кой-то веке все идет хорошо. Тело Айрилин постепенно растет. Беренгар с огромной скоростью изучает гигантские бумажные библиотеки Ирандера и даже Изабель ведет себя так, как я совсем не ожидаю. Моя бывшая подруга день за днем все сильнее смягчается ко мне и даже позволяет себе случайные прикосновения, долгие взгляды и почти откровенные намеки на симпатию. Хотя, возможно, я просто неправильно ее понимаю. Девушки — сложные существа, но я рад, что она хотя бы больше не обвиняет меня в предательстве. Появляются мысли, что мы снова сможем стать друзьями. Неужели, наконец-то, моя жизнь начинает налаживаться? Глава вторая. Та, о ком я помню. Я постепенно обучаю людей на местах, да и сам параллельно учусь быть правителем. Они все больше проникаются новыми законами, свободой и ответственностью. Преступлений в королевстве почти не происходит. Экономика медленно, но верно налаживается. Даже школы, с которыми из-за отсутствия образованных простолюдинов поначалу возникли проблемы, начинают работать более-менее приемлемо, давая детям начальный уровень знаний. Алхимические лаборатории производят нужные людям лекарства на основе украденных или просто купленных моими шпионами в империи рецептами. Хвала богам, нужные ингредиенты поставляет Нахар, если их оказывается невозможно отыскать на землях королевства. Теперь необходимый минимум пищи мы производим сами, возделывая плодородные почвоприграничья, а отправляемая Эльханом провизия дополнительно поддерживает страну. Войска переформироваются. Магические отряды теперь смешаны с простыми вояками. Я вместе со своими генералами, командирами и колдунами провожу постоянные учения и распределяю войска по стране так, чтобы и границы были усилены, и внутри королевства можно было их перебрасывать без проблем. Колдовская система также претерпевает реформы. Высших больше нет. Все они оказались предателями, и это сословие я упразднил. Направляющие тоже расформированы, и теперь малифики поделены на несколько рангов. Самые одаренные стали архимагами. Средников уровня магистров я назвал мастерами. Остальных поделил на старших и младших магов. Теперь с помощью Берингара я разрабатывал для них новую методику обучения и проводил регулярные собрания в разных частях королевства, чтобы лучше понимать их нужды, выслушивать предложения и общаться с теми, кто до сих пор составляет основную силу моей армии. А также присматривался к тем, кого намеревался в будущем ввести в разные органы власти. Самые лояльные колдуны получали земельные наделы и собственные поместья, на которых теперь трудились наемные крестьяне. Те, кто предпочитал служить в опасных местах, борясь с разными тварями, появившимися в моих землях после зимы, зарабатывал больше золота, чем те, кто просиживал штаны в гарнизонах. А те, кто хотел изучать и развивать магию, получили такую возможность в первом организованном в столице колдовском училище. Да, пока что там развивали лишь темные направления магии, но я надеялся, что с новым поколением магов, первые из которых уже проявили дар этой зимой, получится поработать лично и вылепить из них тех, кто владеет обеими сторонами дара аулы. Посольство империи, каждую декаду отправляющие в Лавенгейский вал письма, проверяемые мной, разумеется, о том, что происходит в государстве, отмечало колоссальную работу, проделанную новым владыкой Елайского королевства. В общем, дела шли более-менее хорошо, и в кои-то веки я почувствовал редкое для себя спокойствие. Ты очень стараешься, замечает Изабель во время одного из наших совместных обедов. Народ вовсю восхваляет тебя. Я слышала, комитет по строительству сегодня рассматривал возможность постройки памятников твою честь в столице, а на юге хотят открыть храм, посвященный сыну Ирандера. Не то чтобы мне нравилось название, но такая любовь народа не может не внушать трепета. Как глава посольства моя бывшая подруга имеет такую привилегию. Беседу с владыкой один на один. После того, как вспыхнуло восстание, и я отправился на север подавлять его лично, отношение Изабель ко мне изменилось в лучшую сторону. Конечно, я рад этому, но вместе с тем отмечаю и странности в поведении Златовласки. Иногда она ведет себя странно, и с чем это связать, с некомфортной обстановкой, свалившейся на нее ответственностью или еще чем-то, я не знаю. Да, она все еще является моей подругой. Да, я рад, что объяснился с ней. Да, мне приятно, что она, как посол, отмечает мои старания по изменению королевства и радуется успехам почти так же, как я. Однако есть и тревожные звоночки. Например, то, с какой ревностью она смотрит на иссель, с которой мы проводим довольно много времени вместе и обсуждаем дела ее земельного комитета. Девушки внешне похожи, и, кажется, Изабель думает, что я нашел себе для утех Елайку, ей на замену. И она сильно ошибается. Иссель привлекательна и умна, но я отношусь к ней так же, как и к большинству жителей своего королевства. Разве что с большим уважением за ее способности. Никаких чувств влечения к девушке с двумя разными глазами, фиолетовым и ярко-зеленым, я не испытываю. И уж точно не собираюсь пользоваться своим положением, чтобы затащить ее в койку. Хотя бы потому, что вижу, как она симпатизирует Тормунду, который все чаще и чаще находит повод провести рядом с иссель несколько лишних мгновений. И пусть это не слишком достойно с моей стороны, рано или поздно я собираюсь воспользоваться этой привязанностью здоровяка. Или другой момент. То, как Изабель при всей доброжелательности ко мне, относится к большинству моих подчиненных. Что к колдунам, что к Дайнхамилам, которые ее охраняют, что к простолюдинам. Она испытывает плохо скрываемое презрение. Причем сначала этого заметно не было. Изя общалась с людьми, выезжала со мной в разные кварталы столицы на собрания и благотворительные марши, но спустя несколько месяцев она перестала просить брать ее на выезды. Наоборот, начала держаться от моих людей подальше, словно они могли ее запачкать. Когда именно в ней произошло это изменение, я не отследил, но факт остается фактом. Мне такое поведение Изабель совсем не нравится. Но и это не все. Есть еще одна, самая главная причина, по которой я понимаю, что прежних отношений у нас уже не будет. У меня просто не осталось к златовласке тех чувств, которые я испытывал раньше. Я люблю ее как подругу детства, но не более того. Ее вины в этом нет. Просто в присутствии Изи мое сердце больше не замирает, в отличие от воспоминаний об Айрилин. О Магессе я думаю постоянно с момента проведения ритуала привязки и того, как услышал ее голос. Вот и сейчас, сидя за длинным столом напротив Изабель, я пропускаю ее последние слова мимо ушей. «Прости, что ты сказала?» Девушка сокрушенно качает головой, поднимается из-за стола и легким грациозным шагом направляется ко мне. Я слежу за ее походкой, отстраненно отмечая, что сегодня она выглядит шикарно. Снова белоснежное платье с красным поясом, облегающая подтянутую фигуру. Рубиновые украшения, высокая и сложная прическа. Изабель, игнорируя все нормы приличия, обходит мое кресло, останавливается за спинкой, опускает руки мне на плечи и начинает мять их. Легко, но настойчиво. Снова весь в своих мыслях. Когда ты в последний раз высыпался, Хелл? Я отмечаю про себя, что ваше величество куда-то пропало, и этикетом сегодня Изи, кажется, решила полностью пренебречь. Восприятие, которое теперь постоянно работает в моем энергокаркасе, молчит. Значит, опасаться нечего. Однако я удивлен такому неожиданному контакту. Не помню, честно говоря. Прикосновения златовласки нежны, но отчего-то мне становится от них не по себе. Поэтому я мягко накрываю ее ладони своими и убираю с плеч. Наверное, это верно вопрос. Из твоего позволения я уйду в свои покои пораньше. Мне нужно хорошенько отдохнуть. Однако едва я поднимаюсь, как девушка обходит меня, мягко толкает, заставляя опуститься обратно в кресло и совершенно неожиданно садиться мне на колени. «Отдыхать можно по-разному, Хелл», — шепчет она, обвивая меня руками и приближая свое лицо к моему. «Я чувствую горячее дыхание девушки. И чего уж скрывать совершенно, сбить с толку таким напором?» Изабель прижимается ко мне своей упругой грудью, гладит лицо, наклоняется ближе, и все мысли мгновенно улетучиваются из головы. Нет больше удивления. Нет недовольства ее прошлым поведением. Нет никаких размышлений. Я могу думать только о горячем женском теле в своих руках. Ее губы касаются моих. Они горячи, словно пожары, вызывают в моем теле волну огненного наслаждения. Миг-другой мы целуемся, и язык золотовласки проскальзывает в мой рот, и в тот же миг у меня в голове начинает бушевать шквал воспоминаний. «Где я? Я ничего не вижу. Ничего не понимаю. Что со мной? Хеллгар, спаси меня!» Темный дождливый лес, лежащее на мокрой траве тела Айрилен, я, несущий ее на руках через обезумевший лавенгейский вал. Наш поцелуй в шатре перед Айшадзул. «Остановитесь, ваше величество! Он не хочет воевать!» «Я верю тебе, Хеллгар. Жаль, что мне...» А затем я отстраняюсь тяжело дыша. Резко встаю, заставляя ошеломленную и забыль соскочить с моих колен. «Что-то не так, Владыка?» Томным и чуть виноватым голосом спрашивает она, опустив глаза и сцепив руки в замок. «Вам что-то не понравилось?» «Я не... Нет, я...» Пытаюсь подобрать слова, но ничего не получается. «Ну, в самом деле, не могу же я сейчас вывалить на Изи, что, целуя ее, у меня перед глазами возник момент поцелуя с Айрилен, а в голове зазвучали ее мольбы о помощи. «Нам не стоит этого делать. Только и могу выдавить я. Спокойной ночи, Изабель. И, резко развернувшись, я выхожу из зала». От поведения «Изабель» я пребываю в замешательстве. Что на нее нашло? Неужели она так преисполнилась верой в меня, что готова была отдаться прямо в обеденном зале? На нее это не похоже. Совсем не похоже. В чем может быть причина такого поведения? Неужели это... Нет, не хочется даже думать о таком, но вывод напрашивается сам собой. Неужели она получила приказ соблазнить меня? Или получила его давно, но решила исполнить только сейчас? Разумеется, такое приходило мне в голову раньше, и я понимал, что это одна из вероятных причин послать Изабель ко мне в качестве посла, но... Я лайский пепел, надеюсь, что мои догадки ошибочны. Это означало бы конец только-только наладившихся между нами отношений. Хотя вариант, при котором Изабель накинулась на меня без приказа сверху, а просто потому, что в ней взыграли чувства, не особо лучше. Оказавшись у себя в комнатах, я какое-то время раздумываю над этим. И думаю, не идиот ли я, что отказался от такого заманчивого предложения. Однако почти сразу мои мысли переключаются на другое. Несмотря на близость женского тела и желание, которое оно вызвало, несмотря на страстный поцелуй Изабель, во время него я думал совсем не о ней. У меня перед глазами стоял образ Айрилен, а в голове звучал её голос. Её, а не той, что целовала меня. Именно это остановило меня от приятного продолжения сегодняшнего ужина. И именно это сейчас являлось тем, что занимало мои мысли. Яркая вспышка снова пронзает сознание. Проклятье, да ведь мне не нужна никакая другая женщина. Мне нужна Айрилен. И я давно это знаю, давно понимаю. Два месяца назад я дал Беренгару приказ найти способ вернуть магистру Старвинг тело, и до сих пор не проходило и пары дней, чтобы я не спрашивал его об этом. Но дело оказалось не из простых. «Беренгар!» Рявкаю я, и почти мгновенно рядом со мной формируется проекция учителя. «Слушаю, Хелгар». «Тело Айрилен. Есть подвижки?» «У тебя, хорошев сын, есть редкая способность поднимать нужные темы в нужный момент». Усмехается Сейнарай, падая в кресло напротив меня. Подушки на нём едва шелохнулись, когда проекция Сейнарай на них уселась. «Неужели это тебя так события сегодняшнего вечера подтолкнули?» «Ты о чём?» «О том, что тебе понравился вкус молодых губ», — фыркается Сейнарай. «Да не смотри ты так. Весь замок — моя вотчина. Я вижу почти всё, что происходит сразу везде. Сейчас на кухне, например, главный повар будет сношать...» «Избавь меня от подробностей», — покраснев велю я. «И если ты такой вездесущий, то видел...» «Видел, видел. Блондинка сильно по тебе сохнет, парень, а ты убиваешься по умершей колдунье. Жил бы реальной жизнью». «Я и так ей живу. И в ней очень не хватает верных людей. Тех, кому я могу доверять. Тех, кого могу...» «Любить?» «На этот раз в словах Берингара нет и тени издёвки. Он предельно серьёзен». «Да». Проглотив ком в горле, отвечаю я. «Понимаю. У меня тоже была та, кого я любил. Но её уже не вернуть». «А у меня есть этот шанс, Берингар. Так помоги мне. Ты говоришь о реальном мире, так вот он, реальный мир. В нём душа умершего сохраняется в частице Арканума, и её можно вернуть, было бы желание. И оно у меня есть, не хватает только знаний и опыта». Берингар тяжело вздыхает и качает головой. «Пару дней назад я обыскивал архивы Ирандера в его лаборатории на глубинных ярусах подвалов. В тех, где он создавал творений, только ещё глубже. Там настоящая помойка, но я подумал, что раз уж он умудрился вырастить для себя несколько тел, об этом должны были остаться хоть какие-то инструкции. Он был осторожен и подозрителен, конечно, но не до такой степени, чтобы держать столь важные знания исключительно в голове». «И они остались?» Затаив дыхание, спрашиваю я. «На твоё счастье!» — усмехается Берингар. «Записи на снятой с людей кожи. Их не было в монолитии Этерниума и структуре замка, потому и искать пришлось так долго. Но факт, общее указание там есть». «И?» «И там есть формулы и ритуалы для того, чтобы создать в телетворении сильную привязку для энергокаркаса мага. А также...» Он делает паузу. «Для того, чтобы усилить эту привязку у более слабого мага. И подходящий кандидат у нас есть. Понимаешь, к чему я клоню?» «Понимаю», — похолодев киваю я. «Но нет». «В таком случае придётся сильно постараться», — пожимает плечами Берингар. «И это займёт куда больше времени». «Ничего, тело уже растёт». «В каком оно состоянии?» «То, что создание оболочки для Айрилен идёт полным ходом, я знал. На это уходило столько размолотого в пыль Этерниума, питающего раствор, в котором росло тело, сколько за месяц потребляли кристаллы связи и маяки перемещений во всём королевстве. И в первое время я спускался в подземелье лаборатории едва ли не ежедневно, чтобы наблюдать за этим невероятным процессом. Однако через пару-тройку декад перестал это делать. Откровенно говоря, мне было слегка не по себе наблюдать за постоянно меняющимся женским телом, безвольно плавающим в огромной колбе со странной и мутной жидкостью. Да и одержимость вопросом возвращения Айрилен казалась мне не совсем нормальной, так что теперь время от времени я просто спрашивал Берингара о том, как идёт процесс. Ещё около трёх декад, думаю, и будет готово. Запасов Этерниума тоже хватит. Формулы ритуала я изучил и уверен, что всё пройдёт в порядке. Там нет ничего такого, с чем мы с тобой не справимся. Конечно, нужно будет добыть массу редких реагентов, но это не главное. А что главное? Главное то, что поможет душе прижиться в новом теле. У Ирандера была перчатка, которая исполнила бы эту задачу, а вот у твоей колдуньи ничего подобного нет. И какие варианты? Зная, что учитель может тянуть с ответом бесконечно долго, я уже наловчился направлять его в нужном направлении. Использовать сущность мощного магического создания, заключённую в его сердце. А конкретнее? В записях Ирандера указано только одно, которое он использовал для первой пары творений. Марийский горный лев. Отлично! Мы знаем, что нам нужно. И где нам искать этого... льва? В том-то и дело. Задумчиво теребит илезорную бороду Сейнарай. Что в Елайском королевстве или империи такого не найдёшь. И уж тем более в халифате. Или у твоих друзей-наездников. Беренгар! Рявкаю я, теряя терпение. Не томи! Где водятся эти твари? Твари! Поправляет меня собеседник. Судя по всему, такой лев остался один. Они живут сотни лет. И Ирандер, кажется, в своё время убил самку. Так что в мире остался лишь её муженёк. Самец. Где он обитает? Мук сообразите из названия. Небрежно махнув рукой, фыркает учитель. В Морнийских горах. В землях северян. Субтитры создавал DimaTorzok